В данном видео я сравню двух непримиримых противников, российский БТР-82А и украинский БТР-4 Буцефал. Но для начала хочу напомнить тебе, что подписчики на Бусти получают ранний доступ к тем видео, что выходят на Ютубе. Также специально для тех, кто продолжает поддерживать канал Армии Блок небольшой копеечкой, выходит эксклюзивный контент. К примеру, на днях я рассказал о славном российском минометном кочующем комплексе «Сани». Ссылка в описании под видео. Ну а теперь погнали! Советский БТР-80, принятый на вооружение в 1986 году, был машиной простой и неприхотливой. Уже в конце существования Советского Союза невозможно было себе представить любое подразделение без этих машин. Их было произведено и продано по всему миру огромное количество. И после развала Советского Союза они участвовали практически во всех локальных конфликтах. Однако в 21 веке стало очевидно, что машина имеет массу недостатков и нуждается в кардинальной модернизации. Как минимум. А как максимум – в замене. Логично, что в странах, где было много этих машин, сначала пошли по первому пути, и наследники 80-ки практически одновременно появились как на Украине, так и в России. При этом украинский вариант, получивший название БТР-4 «Буцефал», можно считать наиболее удачной и адекватной боевой машиной, созданной на Украине за годы так называемой независимости. В России 80-ка также была серьезно модернизирована, и итог этой модернизации получил название БТР-82А. Машины начали эксплуатироваться приблизительно в одно и то же время. БТР-4 в 2011 году, БТР-82 в 2014. Если в России современных бронетранспортеров произвели около 2000 единиц, то в Украине количество едва превысило одну сотню. В 2022 году эти бронетранспортеры столкнулись с непримиримым противостоянием, а потому можно оценить одну машину на фоне другой. Несмотря на то, что обе машины являются развитием советского бронетранспортера, по массе и проходимости они отличаются достаточно существенно. Вероятно, серьезная переделка корпуса на украинском бронетранспортере не пошла даром, и ее масса практически достигла 22 тонн, против 13,5 тонн у БТР-80. Что касается российского аналога, то он значительно легче. Его масса составляет 15,5 тонн. Как и их прародитель, обе машины имеют колесную схему 8 на 8. На советском бронетранспортере стоял двигатель мощностью 240 лошадиных сил. В России в этом направлении просто поставили модернизированный вариант старого движка мощностью в 300 лошадиных сил. При этом максимальная скорость БТР-82 осталась той же – 80 км в час. Буцефал же оснастили дизельным двигателем собственного производства мощностью в 500 лошадиных сил. С ним машина развивает скорость 110 км в час. Естественно, более мощная силовая установка обеспечивает и лучшую проходимость в плане движения по грунтовым дорогам и преодоления грязи. Стоит отметить, что в текущей войне теряется достаточно много бронетранспортеров, причем с обеих сторон. Это и неудивительно, ведь они являются машинами легкобронированными и противостоять артиллерийскому огню не могут. Основа бронирования как российских, так и украинских машин сохранено на уровне советских бронетранспортеров. Оба БТРа являются плавающими, и корпуса у них в целом сохранили конфигурацию своего прародителя. Однако при этом корпус украинской машины подвергся гораздо большим изменениям, чем у ее российского аналога. Буцефал получил аппарель для выгрузки и загрузки десанта в задней части корпуса. Рабочие места командира и механика водителя оснащены распашными дверями. А спереди у машины присутствуют бронированные окна, что делает достаточно удобным управление машиной. Что же касается российского бронетранспортера, то он сохранил боковые люки, как и на советском БТРе. Говоря проще, что та, что другая машина, могут уверенно противостоять только стрелковому оружию винтовочного калибра. Однако обе машины все же имеют отличие от первоначальной версии в плане защиты. БТР-82 изнутри обшит кевларовым противосколочным отбоем. Украинский аналог такой опции не имеет. Зато он имеет противокумулятивные решетки, наваренные по периметру корпуса. Правда, насколько они помогают, сказать трудно. Но все равно это лучше, чем ничего. Если перейти к сравнению огневой мощи, то первоначально может показаться, что вооружение у обоих машин примерно равное. Главное оружие обоих бронетранспортеров размещено в необитаемых, телеуправляемых боевых модулях. И состоит из скорострельной 30-мм пушки и пулемета калибра 7,62 мм. Однако имеются и отличия. Прицельные приспособления украинской машины позволяют ей поражать цели на дальностях до 2 км, тогда как приборы российской машины дают возможность ей уверенно работать на более существенной дальности до 3 км. То есть, чисто гипотетически, в чистом поле у россиян больше шансов выйти из боя победителями. Правда, для такого гипотетического боя у БТР-4 есть еще один аргумент. Боевой модуль украинской машины в своем составе имеет противотанковый ракетный комплекс «Барьер», способный поражать цели на дальности до 5 км. БТР-82 ничем подобным похвастаться не может. Кроме всего прочего, украинский боевой модуль более многофункционален, чем российский аналог. Буцефал, помимо упомянутых выше противотанковых ракет, имеет еще и автоматический 30-мм гранатомет АГС-17. Если же сравнивать системы управления огнем, то здесь у машин примерный паритет. Обязательно стоит принять во внимание экономическую составляющую производства данных бронетранспортеров. На сегодняшний день БТР-82А оценивается в 24 миллиона рублей. Если перевести стоимость БТР-4 в рубли по курсу до начала войны, то она составит всего 16,5 миллиона. То есть два российских бронетранспортера будут стоить как три украинских. Выходит, что в гипотетическом конкурсе между двумя машинами для закупки некой абстрактной армии «Буцефал», вероятно, не всего, выиграет. В общем же и целом, обе машины являются закономерным итогом развития советской школы производства тяжелой техники. Они вполне обеспечивают своевременную доставку пехоты к месту боевых действий, поддерживают огнем и помогают эвакуировать раненых. БТР-82 является доведенным до ума продолжением развития идей советской школы строительства военной техники. Повышен ресурс, проходимость, надежность деталей и живучесть. В этой глубокой модернизации большая часть основных узлов полностью заменены. В том числе установлено вооружение, отвечающее современным требованиям. «Буцефал» же сделал некоторые реверансы в сторону НАТОвской школы строительства военной техники, о чем говорит задняя аппарель для высадки десанта. Инженеры Харьковского конструкторского бюро кардинально поменяли начинку своей машины, приблизив ее тем самым к боевым машинам пехоты. БТР-82А имеет возможность установки дополнительного вооружения. Более того, такие модификации в проекте есть. Однако в условиях маневренного или городского боя это не дает особых преимуществ в связи с высокой плотностью насыщения пехоты противотанковыми средствами. И все же стоит подчеркнуть, что на фоне современных образцов подобной техники в странах НАТО, БТР-82А и Буцефал выглядят не очень убедительно. Вся их уже устаревшая концепция тянется от древнего БТР-60. Главной слабостью обоих бронетранспортеров является отсутствие противоминной защиты, что вынуждает пехоту ради безопасности зачастую перемещаться на броне. При этом, если судить объективно, Буцефал по некоторым параметрам все же превосходит БТР-82, но не критично. А потому, кто первый выпустит очередь из пушки по противнику, тот гарантированно и выйдет победителем из боя. При желании не забудь поддержать канал Армии Блог небольшой копеечкой на Бусте. Данный проект живет только благодаря твоей помощи. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте, подписывайся на мой Яндекс.Дзен и Рутуб и другие платформы. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!